всем привет на канале удач мы сегодня у нас с вами в рубрике политку заявление вернее даже не заявление о решении президента сша джо байдена дающее право украине применять тяжелое вооружение в частности ракеты против российской армии на территории россии очень многие западные политики утверждают что это приведет к эскалации конфликта что нужно приходить к решению чисто дипломатическим путем и все вооружение которое получает украина его можно использовать в качестве защиты скажем так самообороны но если вы помните есть такие хорошие слова лучшая защита это нападение поэтому если украина имеет возможность и имеет право получать вооружение будь то тяжелая военная техника стрелковое оружие ракеты самолеты в скором будущем будут и самолеты и использовать их для своей защиты на своей территории а россия со своей территории простреливает практически абсолютно всю территорию украины возникает сразу же вопрос почему украина должна согласно решению различных западных политиков использовать все это вооружение только для самообороны на своей территории то есть если к примеру украинские ракеты залетят на российскую территорию вглубь страны около 100 200 километров это уже будет считаться по словам западных политиков и их мнением сильнейшей эскалации конфликта которые может привести к применению россии ядерного оружия естественно российские власти пользуются таким вот недвусмысленным решением скажем так сомнительными высказываниями западных политиков в отношении украины и ее оборонительной войны против россии и российские власти говорят следующее мол вот буквально недавно был показали тут как путин вышел и обратился к своим не знаю кому журналистам или к своему кабинету со следующими словами западные политики они прекрасно понимают что у них страны маленькие а плотность населения очень высокая и если россия ответит массированным ракетным ударом по то ущерб будет колоссальный то есть этот человек считает что все здесь на западе будут бояться и трястись перед его поведением слыша его такие слова в свой адрес и многие политики считают что он в какой-то степени прав прав в том отношении что если допустим он запустит парочку ракет на ту же самую германию или польшу то этими парочками ракет можно будет сразу уложить несколько тысяч человек чего не скажешь россии россия страна огромная население маленькое но тем не менее кабинет путина сильно недоволен тем что украинская часть вернее украинская власть получает западное оружие говорят что это неправильно говорят что так быть не должно мол типа весь блок нато воюет сейчас против россии на территории украины ну можно сказать по-другому что на территории украины против всего блока нато воюет вся азия и китайские войска в виде китайского вооружения которое когда-то поставлял советский союз в китае сегодня китайцы с лихвой продают это российской армии для того чтобы она могла и дальше воевать против украины а также ближний восток потому что иранские дроны сегодня успешно используются российской стороной против украинской стороны с одной стороны украина не имеет права применять вооружение тяжелое и технику артиллерийскую против россии на российской территории чтобы ликвидировать очаги скажем так основных вот этих вот поставок на вооружение и нападение на украину а россия имеет право не только со своей территории но и находясь на территории украины бомбить украину простреливая ее вплоть до польской границы я не спорю что тут за замешаны какие-то более сильные более высокие какие-то политические цели о которых нам пока с вами не говорят но получается что западные политики одной рукой украине дают вооружение а другой рукой показывают ай-яй-яй вы можете это вооружение применять только на своей территории ни в коем случае это вооружение не должно быть использовано против вашего врага на его территории для тех кто не понимает о чем я говорю вот к вам влезут в квартиру воры выбивают вам дверь уже зашли в квартиру уже расположились в одной комнате устраивают там хаос бардак ломают мебель режут сиденья на креслах на диванах плюют вам в лицо вам все соседи вокруг говорят конечно вы можете защищаться и вы начинаете избивать этих врагов вплоть до того чтобы вы гоняете их на лестничную площадку а там еще стоят несколько врагов и вы чтобы те враги не зашли к вам квартиру вы начинаете их бомбить на лестничной площадке кулаками в морде тут соседи говорят мы не имеете права вы можете право вы можете защищаться только у себя в квартире а на лестничной площадке это уже не ваши враги то же самое получается сегодня с россией с российскими властями и вот этими вот политическими скажем так ущемлениями со стороны запада которыми пользуется российская сторона то есть если западные страны и в частности блок нато дает украине возможность обороняться при помощи тяжелой артиллерии при помощи ракетных установок на своей территории россию это вполне устраивает потому что таким образом российская сторона просто-напросто вынуждает украину выдохнуться использовав самые последние ресурсы но украина не имеет права опять-таки по словам западных политиков применять это оружие против россии на российской территории все что было до сих пор это были скажем так жалкие попытки дестабилизировать военную ситуацию на фронте со стороны украины когда они посылали дроны на аэродромы военные посылали дроны на военные склады различные партизаны с российской территории устраивают провокационные вылазки провокационные взрывы на военных объектах на территории россии и вот сегодня джо байден сказал что да украина имеет полное право применять те же самые ракеты которые посылает им америка против российской территории вернее против российской армии на российской территории то есть если сегодня в распоряжении украины существуют ракетные установки дальность ракет которых достигает 200 километров вы можете представить какое расстояние пролетят эти ракеты и какие города за границей за официальной границей украины будут поражены кто-то может сказать вот я такой плохой я поддерживаю этих не поддерживаю этих кто-то скажет наоборот что я поддерживаю тех а выступаю против я никого не поддерживаю в этой войне политики это очень плохие люди что с одной что с другой стороны они и ведут свою какую-то гадкую мерзкую игру для того чтобы завладеть территорией страны о которой американские сенаторы говорили что мы будем американские сенаторы говорили что мы будем воевать с россией на украинской территории до последнего украинца что же получается действительно те слухи которые когда-то расползались по интернету можно считать правдой украина уже давным-давно поделена а то что сегодня идет это все у нас все как всегда говорили театр боевых действий но если это театр боевых действий почему же убиваете вы все это простых людей что вам сделали простые люди разве эти простые люди не хотели нормально жить разве эти простые люди не имеют права жить так как они живут так как они хотят жить допустим сейчас кто-то мне выскажется вот она украине очень много нацистов особенно батальон азов да не спорю да но на украине скажем так неофашизм не поставлен на ту ногу на которой он стоит в россии то есть в россии тоже есть свои фашисты съесть свои нацисты и они тоже устраивают марши это все прекрасно знают но почему-то умалчивают еще в восьмидесятые годы помнится мне в восемьдесят седьмом году в санкт-петербурге был устроен двадцатого апреля марш нацистов на день рождения гитлера и я когда служил в армии мне ребята с питера рассказывали об этом и один из них прям восхищался аж слюной брызгал какая у них отличнейшая форма какая у них подготовка выправка дисциплина это просто чувствительно мы русские мы настоящие арийцы вот что он говорил вот что он говорил единственный пункт о котором можно здесь сказать что с одной стороны и с другой стороны есть правые и есть неправые но то что сказал джо байден по факту дает право украине сегодня защищать свой суверенитет используя тяжелое вооружение используя ракеты против российской армии не только на своей территории но и на территории россии к чему это приведет это приведет к еще большим разрушением к еще большим жертвам с обоих сторон с обоих сторон и вот это вот конференция которая состоится 15 16 июня в швейцарии по вопросам украины по факту эта конференция уже может ничего не принести результативного потому что конфликт входит в новую стадию набирает большие обороты из-за чего пострадает намного больше мирного населения как с одной так и с другой стороны это печальный факт это печальный факт если бы 30 с лишним лет назад когда советский союз рассыпался и вот эти вот пьяный ельцин и кучма сели бы за стол переговоров взяли бы вот этих представителей регионов донецка луганска тоже за этот стол вместе с ними обсудили бы территориальные вопросы и пришли бы к общему решению что создать на украине точно такую же федеративную республику как в россии сегодня этого бардака не было бы действительно не было бы вы смотрите сами восемьдесят девятый год чехословакия достаточно мирно без кровопролития расходятся на две страны на чехию и словакию германия из гдр и фрг соединяется вместе тоже без кровопролития многие страны в мире расходятся сходятся делятся на части не будем говорить об африканцах это совершенно другой менталитет и совершенно другая жизнь но почему-то территория бывшего советского союза сегодня не дает покоя некоторым политикам засидевшимся на своих местах не пора ли этим политикам просто напросто уйти освободить места для того чтобы пришли к власти здравомыслящие люди и целью которых будет мир на этой земле они захватнические войны с целью обогатить свой карман за счет смертей и жертв в другой стране вот и все что я хотел сказать всем удачи и и и Субтитры подогнал «Симон»!